Когда мы произносим имя Иисус Христос, когда мы говорим «Христос», то мы знак равен составим с каким словом? Спаситель! Причём, какой Спаситель? Если мы обратимся к Евангелию и к христианству, к Евангелию достаточно, к его апостолам, то мы столкнёмся с вами с просто парадоксальной картиной. Картиной, которая до сих пор многих приводит в недоумение, многих – в негодование, многих – в обвинении просто христианства. Один только факт вам назову, и всё будет ясно. Когда жил Иисус Христос? Жил на земле. Помните, в какой империи это было? В Римской. Какая это была империя? Рабовладельческая. Кто такой раб? Ну, почти животное. Мог что угодно сделать с рабом. Слышите? И что же? Христос восстал против этого. Он боролся за права человека? За справедливость? За свободу? Нет! Вот это да! Вы слушаете! Это Бог, который вы называете любовью, да? Рабовладельческий строй! А что его ученики пишут там? Какой-нибудь там Павел, что пишет? Он, что раб должен трудиться и работать не за страх, а за совесть. Нигде ни слова не сказано о том, чтобы избавиться от рабства. Нигде ни слова. Ни малейшего осуждения самого строя. Ничего нет! Ещё призывают подчиняться. Слышите, с чем мы сталкиваемся? С какими удивительными вещами? Вот вы этого не знали! Вот теперь я вас просвещу! И вы говорите, что это такое? Как же это понять? Такие вещи! Оказывается! Оказывается! Мы сталкиваемся с чем-то, выражусь таким словом, фундаментальным, касающимся такой глубины человеческой души и познания человека, которого мы, наверное, в истории ещё никогда и не встречали. Как же разрешается эта, так сказать, как кажется, проблема? Посмотрите! Что такое борьба за свои права, за свободу, за справедливость? К чему она приводила в истории? Историю посмотрите! К чему приводила? Восстанием, революцией, так, убийствами, жестокими переворотами! Рабы становились господами! Господ превращали в рабов! А, оказывается, только менялись местами! Изумительно! То был один строй, то другой строй! И хрен-ретьки опять не слаще! Христианство утверждает, что все внешние изменения, происходящие сами по себе, то есть, в каком случае сами по себе? Творимые силой, насилием, этим внешней борьбой, так, без изменения духовного изменения человека, без изменения его, если хотите, сознания, его взглядов, его понимания, так, ничего не дадут! Ничего не дадут! И, напротив, если произойдёт изменение внутреннего человека, когда в другом человеке он увидит не скотину, не того, кто ниже меня, а, оказывается, увидит, что это брат возлюбленный, как апостол Павел пишет, прими как брата возлюбленного, беглого раба, помните? Аниссивы. Так? То что произойдёт? Могу ли я тогда к этому рабу относиться как к скотине? Да и вообще, могу ли я даже принять такой строй несправедливый? Само по себе начнётся изменение! И, кстати, оно произошло в Византийской империи! Не было никаких законодательных актов, когда рабство отменялось! Оно всё, оно просто развалилось, исчезло с принятием христианства! И вы поняли, что это совершенно несовместимые вещи! Нравственность только тогда может быть действительно полезной, эффективной и приносящей действительно настоящие плоды, когда она основывается на правильной духовной установке человеческой личности, когда он борется с тем злом, который внутри души, а не с тем, который снаружи. Мы всё время, вы обратите внимание, мы же всё время чем занимаемся? Только вот ищем, где вот всё препятствия, враги, неприятности. Кто? Я знаю! Если я заболел, кто меня сглазил? Ну, разве не ясно это? Правда же? Или что-то такое, знаете, неприятности по службе, кто меня подставил? Правда же? И так далее. Если какие-то государственные даже сложные вещи, ясно там, какие там враги? Вы слышите? Мы как мыслим? Мы ищем вне себя причин. Слышите? Ищем вне себя причины всех тех невзгод, скорбей, неприятностей, какого угодно, и личного плана, и общественного. Мы видим только вне себя, где там, кто там что сделал. Или шестёрок понаставили, или чипов понаставят, или карты электронные. Вся суть только в этом. Забыли, забыли великую, великую мысль, что, оказывается, все эти внешние вещи, что всё скорбное, что происходит с человеком, все неприятности, как в личном, так и в плане общественном, все не являются ничем иным, как естественным следствием нарушения человека духовных законов жизни. Духовных законов жизни. Вот о чём говорит христианство. И, напротив, если человек живёт согласно с этими духовными законами жизни, тогда жизнь меняется вся. И его самого, и вокруг него это происходит. Так вот, отвечая на вопрос, почему Христос и апостолы ничего не сделали, вот в этом плане социальном даже, не подняли своего голоса на борьбу, не подняли массы, слышите, массы поднять с красными флагами. Да. Почему? Потому что закон неизыблемый до тех пор, когда люди, если человек не будет меняться, ничего не дадутся эти внешние революции, бунты, восстания, перестройки и так далее. Вот, видите, это нравственность и духовность. В таком соотношении они находятся между собой. Ещё раз только повторяю. И это в высшей степени, так сказать, важное замечание, что большая опасность для тех людей, христиан, о нехристианах говорить нечего, которые думают, что если они ведут благочестивый образ жизни, слышите, благочестивый, то есть нравственный, так, что они уже хороши. Это страшная опасность. Феофан Затворник по этому поводу очень хорошо выразился. Сам дрянь дрянью, а всё твердит. Я не такой, как прочие человецы. Слышите, опасность какая! Те люди, которые действительно, кажется, начинают что-то делать. А что делать? Почаще ходить в церковь, исповедаться, причащаться, ставить свечки, заказывать молебны и панихиды, но при этом не обращают внимания на евангельские заповеди, так, как правило, попадают в самое страшное состояние. Их тогда поражают гораздо худшие страсти, чем язычников. А что значит не обращать внимания на евангельские заповеди? Надо запомнить, друзья мои! Есть то, что называется общечеловеческая нравственность. Это вот то, о чём я сказал – не убивай, не грабь, не обманывай – относись к другому человеку так, как хочешь, чтобы относились к тебе. А евангельские заповеди... Послушайте, евангельские заповеди не об этом говорят. Это само собой разумеется, это грубятина. Не мысли зла по отношению к другому человеку. Не мысли, вы слышите? Не завидуй! Не тщеславься! Бойся тщеславия, как ядовитые змеи! Вы слышите, на что обращать внимание христианство? Вот, оказывается, и тот человек, я просто предупреждаю, кто живёт благочестиво, а на евангельские заповеди не обращает внимания, то есть и завидует, и гневается, раздражается, и ненавидит, и тщеславится, и гордится, и мнит о себе, всё, весь пропал со всем своим христианством. Никакого проку от этого христианства нет! Никакого проку нет от этих его хождений в церковь, от этих исповедей, от этих причащений. Почему? Потому что растёт не христианин, не Христос в нём растёт, а кто? Сущий дьявол! Это в высшей степени важно понять, что, оказывается, можно быть благочестивым. Действительно, никто мне не продерётся. На самом деле благочестивый! И сущий сатана в своей душе! Какое самомнение приём! Я православный! Я помню, на моих глазах, как одна подскочила, в храме там зашёл человек с футаппарата, ну и руки назад! Вот бежал к нему, бах! По рукам фотоаппарат на каменный пол! Тут в отчаянии! Господи, что творится тут? Куда он попал? Что за секта? Вот это, друзья мои, очень важно знать! Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok